здравствуйте дорогие друзья напишите пожалуйста как меня видно как слышно ну что некоторые говорят что иногда хрипит иногда треск если треск все ли хорошо слышно замечательно друзья рада вас приветствовать на вебинаре на очередном технико-экономическом вечернем дневной у нас прошел замечательно было 400 с лишним человек то есть растем по дневным вебинаром также собственно сейчас у нас на вебинаре для новичков 219 человек друзья этот факт неимоверно радует это значит что популярность нашего проекта даже судя по нашим вебинарам растет геометрической прогрессии я думаю что 2016 году на технико-экономических вебинарах мы увидим 1000 полторы тысячи а далее 2000 человек ну и соответственно на вебинарах для новичков я думаю что будет человек по 500 по 700 собираться в первую очередь естественно эти вебинары для новичков что касается ориентированы на людей которые только входят проект так слышно слабо если слышно слабо пожалуйста ползунок сделайте у себя то есть чтобы громкость повысить я могу повысить громкость но у некоторых начинается хрип на слышно отлично хорошо я продолжу с вашего позволения меня зовут суходоев алексей я являюсь руководителем внешнеэкономической деятельности skyway invest group в проекте принимая участие с февраля 2014 года этот вебинар для новичков проведу я и собственно обычно мы проводим его с сергей сибиряком сергей был на серьезных переговорах с инвесторами то есть у нас так скажем день расписан можно сказать пока что не по минутам но по часам расписан и на неплохие так скажем суммы инвестирования сергей анатольевич общался расскажет я думаю что уже на технико-экономическом вебинаре на вебинаре для новичков мы делаем ориентацию именно на элементарную информацию для людей которые только входят в проект который только начинает разбираться в технологии и поэтому я сейчас открою опросник пожалуйста ответьте на него это очень важно чтобы понимать что вы присутствуете первый раз второй или не дакон поняли третий и более те кто присутствует первый раз пожалуйста проголосуйте за циферку 1 кто вдруг то соответственно поставьте циферку 1 в чате хотя проголосовать очень просто и легко собственно сегодня на вебинаре мы осветим основы технологических укладов покажем историю развития skyway почему выбрано было именно народное финансирование народный крауд инвестинг почему проект skyway имеет такой слоган как строй skyway спасай планету и это очень важный слоган потому что строя к технопарк мы действительно спасаем планету мы спасаем наши страны независимости где мы живем потому что в будущем на самом деле границы государства границы континентов границы расовые и так далее они будут стираться так как мир находится на пороге новой эпохи новой технологии новой сети ближайшего будущего на самом деле это сеть транснет единый транспорт энергетическая коммуникационная и даже социальная сеть и как раз таки основой этой сети является технология skyway то есть технология skyway основана в свою очередь на струнных технологиях антоли эдуардовича юницкого что такое технология skyway и почему вообще этот очень важно сейчас для каждого на самом деле кто входит проекту наблюдает за проектом кто на это проекте еще потому что на самом деле сейчас многие процессы происходят фактически мгновенно то есть это и денежные переводы это и наш с вами общение виртуальное это и мобильная связь это и различные операции банковские финансовые с акциями раньше это было невозможно так как не не было средства и телекоммуникации не было соответственно никаких компьютеров планшетов мобильных телефонов в этой эпоха началась не так давно в 90-е года она активно ворвалась в наш современный мир и соответственно сейчас мы не можем представить себя без телефона либо это портфон сложный или различными опциями именно для бизнес сферы либо это обычный телефон но мы себе уже не можем представить на самом деле что мы будем пользоваться телефоном с барабаном потому что это уже ушло в раритет ушло в историю и на самом деле сейчас мы через несколько лет то есть через 5-7 лет увидим как прочно обновится сеть транснет и как интернет войдет именно в транснет то есть это сеть в первую очередь транспортное нового поколения которое соответственно будет развиваться очень стремительно с мелких адресных проектов далее пойдут средние далее крупные и также как когда-то интернет охватил весь земной шар несмотря на то что он начинался с исследований военных разработок американских и насчитывал несколько тысяч людей всего лишь сети сейчас это собственно фактически весь земной шар который имеет доступ до телекоммуникации и соответственно до сети интернет и чего не скажешь о логистическом направлении то что товары грузы на самом деле просто замораживаются в логистических путях логистических направлений это десятки это сотни миллионов долларов и даже миллиарды долларов и на самом деле сегодня даже морские перевозки они начинают находиться в упадке то есть на расширенной технико-экономическом вебинаре я небольшой экскурс делаю что сейчас происходит с показателем перевозок и соответственно почему сейчас многие показатели как показатель доу джонс это именно промышленного производства объединенный показатель индекс американского и показатель в том числе мировой экономики показатели китайского фондового рынка и так далее они неумолимо падают и сейчас на самом деле многие государства в том числе российская федерация в первую очередь я бы сказал российская федерация задумывается о том чтобы выстроить экономику не сырьевую а соответственно уже инновационную уже модернизационную и диверсифицированную в первую очередь и skyway действительно недостающие звено как и в будущей мировой логистике так и в современном мире современных бизнес соотношений и соответственно современных энергетических сфер так как skyway будет создавать огромную нишу альтернативной энергии все осталось на самом деле более чет на далекой так скажем конференции по неракетному освоению масса то есть анатолий эдуардович юницкий одним из первых предложил этот способ и представил проект на самом деле который мы планируем и собираемся развивать в первую очередь анатолий эдуардович юницкий планирует и как раз таки это будет основным проектом после развития сети транснет это вывод промышленности в открытый космос это было представлено более 35 лет назад представьте себе более 35 лет назад технология начала свое развитие и так скажем от великого к малому сейчас мы развиваем развиваем именно струнный транспорт и этот транспорт родился в концепции как простой транспорт использующий те законы физики те законы аэродинамики которые не новые которые не нужно открывать не нужно антигравиационный двигатель создавать и так далее все достаточно просто все известные законы все известные материалы используются но собраны они особым образом и соответственно находится ноу-хау в изобретениях анатолия эдуардович юницкого которые естественно запатентованы и мы прошли огромный путь с поколения до четвертого поколения развития струнных технологий анатолия эдуардович юницкого в двухтысячных годах была при проведении сергей анатоличем сибиряковым презентация красноярского края лебедью александру ивановичу и соответственно в результате этой встречи то есть по другому александр лебедь скорее всего узнал о проекте либо узнал но намного позже началось строительство московского тестового участка полигона технопарка того времени в городе озера московской области присутствовали на презентации уже когда все было создано с 2001 года по 2009 год данный технопарк существовал и замечательно функционировал были проведены значительное количество различных исследований лабораторий который является зил уходящий в небо так мы его называем и соответственно в городе озера начало свое развитие та сфера которую мы сейчас с вами развиваем уже на тех этапах на которых риски минимальны то есть риски были максимальны при вхождении так скажем даже в 2013 2014 году потому что тогда абсолютно не было выстроена сеть народного финансирования сеть народного крауд инвестинга и соответственно только благодаря этой системе добились тех результатов которые имеем сейчас и в 2009 году была проведена презентация дмитрию анатольевичу медведеву на тот момент который являлся президентом и соответственно дмитрий анатольевич медведев сказал что если мы найдем финансирование то собственно пожалуйста строите был выделен более того один миллиард рублей на тот момент это достаточно приличная сумма для развития проекта и соответственно после этого мифическим образом при таинственных обстоятельствах полигон в озерах московской области был спилен была при специальная техника специальные отряды участвовали в этой операции так скажем не гуманистической и непонятно по какой причине до сих пор то есть остается только догадываться но на этом технопарка парк в городе озера московской области именно прародитель так скажем эко технопарка перестал существовать и ушел в небытие сейчас распиленные арматуры распиленные опоры остатки опор вы можете лицезреть и понимать при посещении данного места что здесь действительно были репортажи которые в огромной массе можете найти на канале youtube то есть это репортажи фактически со всех государственных каналов как российской федерации так и иных государственных каналов других стран государства вы можете лицезреть и доказательства что да действительно этот зил уходил в небо так скажем да действительно анатолий эдуардович юницкий испытал пуст структуру да действительно никакая преграда и помеха не смогла помешать и не разрушила данную путь структуру даже налить намораживали в несколько десятков сантиметров специально она была разрублена при перемещении сталь по сталь первого рельсового автомобиля это так скажем в виде технической документации сейчас уже создаются в виде железа современные юнибайки юнибусы юникары юнилеты и другие транспортные средства которые будут разрабатываться создаваться соответственно это в первую очередь нужно понимать что рельсовый автомобиль и на самом деле вот то что я говорил в начале вебинара понятно абсолютно что нам на сегодняшний день невозможно представить жизнь без телефона но невозможно представить что телефон обычный смартфон соответственно выполняет функцию в несколько раз превышающим мощь московской городской телефонной сети которая имела намерение очень активно развиваться до внедрения мобильной связи и друзья на самом деле естественный технологический отбор происходит имеется витки имеются новые этапы новое развитие технологических укладов у каждого технологического клада есть свое ядро и технология определяющая вообще основную суть развития данной технологической эпохи технологии может несколько но они четко должны быть выражены то есть каждый человек понимает что в основе того или иного технологического уклада может не догадываться что технологический уклад например пятый технологический уклад это интернет телекоммуникации начался он с первой пакетной передачи данных с протоколом то есть появился интернет и различные другие нововведения без которых мы не можем представить сегодняшнюю жизнь то есть электроника очень бурное развитие получила но технологическое развитие началось значительно значительно ранее то есть появление первых мануфактур то есть это начало промышленного производства в англии приблизительно это 1770-80 года когда в англии появились первые мануфактуры это так скажем зародыши первых фабрик первых заводов первых корпораций индустриальных я бы сказал и как следствие произошло укропнение и серьезное занятие позиции страховыми компаниями банковскими секторами и начался свое формирование финансовый рынок второй технологический уклад соответственно начал свое существование с появления паровой машины мы все прекрасно истории помним что появились примерно в это время паровозы пароходы железная дорога что касается железной дороги то вообще вид как передвижение так и перевозок данное транспортное средство вывела из глубокой депрессии на тот момент сша далее появились такие гиганты как карнеги далее при появлении уже электричество электродвигателя электростанции телеграфа и далее четвертый технологический уклад изобретение двигателя внутреннего сгорания и радио начал свое величественное шествие так скажем рокфеллер с эпохой нефти с эпохой нефтедоллара кстати и соответственно многие государства те которые ранее передвигались на верблюдах на лошадях то есть арабские эмираты саудовская аравия вдруг получили колоссальные богатвы и в отличие от россии они вовремя диверсифицировали экономику и на сегодняшний день только венесуэла большей части россия и некоторые страны третьего мира это от скачков именно стоимости нефти когда нефть падает соответственно у нас сейчас наблюдается тенденция что рубль слабеет доллар укрепляется и соответственно качество нашей жизни даже также неумолимо падает к сожалению и на самом деле сейчас уже после того как рухнул ссср после того как начал свое шествие именно зил уходящим небо в виде первой технологии первого поколения именно путевой структуры испытания путевой структуры и как раз таки октябрь 2001 года в городе озера считается началом эры и эпохи транснета параллельно с транснетом естественно будет развиваться направление на на фотоника то есть это передача светового сигнала через канал и через оптоволоконную сеть и соответственно различные другие направления такие как совершенно новые материалы новые сплавы новые методы легирования на основе соответственно редкоземельных металлов и как вот позиционирует андрей федорович ковратов мы сергей анатольевичем с ним абсолютно согласны андрей федорович ковратов этот руководительской в инвестгрупп отец основательской в инвестгрупп это новая экономическая эволюция мира то есть слоган он мне очень нравится что богатые становятся еще богаче а бедные сами для себя продолжите я в конце вебинара скажу и на самом деле у бедных у бедных независимо от того где сейчас человек находится у каждого из нас с вами сейчас есть шанс сейчас есть шанс прокатиться на любой этаж на социальном лифте достигнуть любых высот именно с помощью технологии skyway потому что только сейчас вот сказать технология skyway начинает входить мировую транспортную нишу только сейчас мы начинаем инициировать первые адресные проекты которые скапитализируются и сформируют триллионный рынок я не побоюсь этого слова потому что анатолий эдуард еще низкий говорит о тысячах триллионов это потенциал вообще всей струнной технологии не говоря уже о выводе космос и по волнам кондратьева так скажем в начале двадцатого века николаем кондратьевым было дано определение техническим укладом и так далее далее развил теорию академик российской академии наук и совете советник владимир владимир шапутина по вопросам евразийской интеграции сергей юрьевич глазев и соответственно возникло вот такое понимание развития технологических укладов которые вы видите на данных слайдов описано но никто никогда не описывал седьмой технологический уклад и в таком ракурсе никто никогда нет не описывал именно шестой технологический уклад как развитие струнной технологии антолий эдуардович юницкого на расширенном вебинаре в технико-экономическом нашем мы расскажем уже более расширенное и конкретное описание шестого технологического уклада сравнениями с гигантами как пятого технологического уклада так и зарождающегося одного шестого технологического уклада который также будет ассоциироваться и базироваться на альтернативных видов источников энергии вообще на новой энергии то есть мы вывели такое сергею анатольевичем понятие как фитнес энергия и опять же на расширенном технико-экономическом вебинаре вы узнаете что это фитнес энергия позволит экономить колоссальные средства перед при перемещении и на самом деле вот здесь вы видите уже перед своими глазами сеть следующая за интернет то есть почему младший брат интернет потому что это более старшая сеть транснет это более сложная сеть она включает массу направлений это единая транспортная энергетическая коммуникационная и даже социальная сеть то есть все что было создано в интернет сейчас будет воплощено в железе причем на втором уровне а соответственно второй уровень дает возможность увеличения показателей аэродинамики в два раза чуть попозже я вам покажу дамы и господа новички почему собственно вот расположение на высоте от 5 до 15 метров позволяет достигать колоссальных технических характеристики показателей как следствие экономии топлива и седьмой технологический уклад на самом деле это то для чего мы все здесь также собрались это то чем им заниматься когда богатые станут богаче я уж не буду так скажем дожидаться конца вебинара а бедные станут также богаче и собственно люди смогут независимо от расовой принадлежки независимо от цвета кожи от вероисповедания и так далее то есть границы они фактически будут стираться никаких конфликтов просто в них необходимости в войнах не будет потому что будет сформирована новая генеровая экономика и опять же на расширенном вебинаре мы покажем почему это так потому что есть все обоснования и настанет время вывода промышленность скрытый космос это седьмой технологический уклад седьмой технологический уклад вообще никто никогда не описывал то есть такого понятия фактически не существует создавая 6 технологический уклад анатолий эдуардович юницкий уже заложил понятие 7 технологического уклада и мы с удовольствием вам его доносим потому что это огромная перспектива и друзья на самом деле ценность того проекта в который мы вас приглашаем сейчас именно приглашаем именно зовем именно оповещаем она колоссальная этой возможности не будет ни у ваших внуков ни у ваших детей и и не было ни у ваших родителей потому что она здесь сейчас она может закончиться в любой момент 2016 году я говорю это с абсолютной и основываясь на абсолютно искренних правдивых фактах потому что за финансирование технологий может произойти в любой момент 2016 году и 2016 году уже поедут первые подвижные составы уже произойдет первое воплощение в железе так скажем переносном смысле естественно подвижных составов там будут различные полимерные материалы пропуси и так далее пластмассы если потребуется и различные другим материалы и что касается путевой структуры естественно помимо традиционной стали далее показатели будут улучшаться при освоении месторождений как раз таки с помощью нашей технологии но друзья с чем я вам вас могу поздравить я бы не рассказывал это здесь сейчас каждому из нас с вами если по 2013 году не было бы принято модель народного финансирования модель крауд инвестинга и этом можем просто позавидовать визионерству и провидению антолий эдуардович юницкого этому гениальному не просто изобретателю генеральному директору генеральному инструктору президенту международной компании skyway но и просто гениальному человеку в широком этого смысла слова человек то есть тот кто общался лично с антоли эдуардовичами нескими для многих кто входил 2013 году 2014 году был вопрос вообще антолий эдуардович юницкий кто это такое и существует ли он не прикрытие ли это может быть это какая-то пирамида и сейчас когда уже вооруженным взглядом вы можете посмотреть видео тот процесс который происходит на данный момент то есть вот в конце вебинара мы построим поставим крайний видеоотчет я думаю что уже значительно события опередили этот видеоотчет было установлено уже большое количество промежуточных анкерных опор и соответственно станция уже первая анкерная пора который является станцией который принимает на себя всю нагрузку на одном из концов на путевая структура один конец путевой структуры другой соответственно на другом конце следующей станции будет закреплен и друзья на самом деле всего этого можно было даже не представить и я сам сомневался 2013 году что мы уложимся в сроки но те сроки которые декларирует анатолий эдуардович юницкий это космический прогресс это очень сложно это очень профессионально но так как это делает действительно компетентный человек у которого кстати второе образование это патентное право мы действительно развиваемся в том ракурсе в том направлении в том темпе в котором должны развивать и сейчас единственный риск я не скажу что это риск для вывода вообще первых подвижных составов это риск я бы сказал для высокоскоростного транспорта хотя этот риск и расскажу чуть позже он также будет исчерпан абсолютно так как в 2016 году уже этой весной вы увидите поедет первый юнибайк то есть это легкий прогулочный спортивный экскурсионный транспорт который сможет перемещать от 1 до 3 людей с перспективой масштабирования до тревел карта уже то есть это перемещение уже 4 16 человек и соответственно вот как стратегическая точка входа сейчас на многочисленных переговорах анатолий эдуардович юницкий подтвердил что ту точку входа которую если сергей анатоличем сибиряковым на одном из переговоров минске уже собственно более полугода прошло но те адресные проекты которые мы уже инициируем соответственно они инициируются как раз таки по данному направлению но это не значит что другие направления как-то долго будут развиваться на самом деле все будет запараллельно все будет развивать его как только возможно и взгляните пожалуйста только вот на эти преимущества направления и проекта вообще в целом skyway как какую безопасность предполагает проект skyway это вообще отсутствие всяких дтп возможности столкновения возможности исключения человеческого фактора когда в пьяном виде перемещается водитель за рулем огромное количество дтп происходит именно по этой причине это абсолютно адекватная стоимость передвижения которая будет стремиться на самом деле к нулю и мы не просто так это говорим потому что когда будет двухуровневая путевая структура то внизу соответственно может перемещаться грузовой подвижной состав перевозить сыпучие грузы материалы на лес и не важно что уголь нефть газ и соответственно тот кто будет перемещаться уже в качестве пассажиров на будет минимум минимальная и при окупаемости высокой таких вот гига проектов как вот продажа пищевого льда такие как освоение тамторского месторождения такие проекты значительные и глобальные как освоение бакчарского железорудного месторождения эти проекты действительно могут увеличить ввп россии в целом и соответственно почему тогда если путевая структура фактически окупает скорость и стоимость перемещения обычных пассажиров почему стоимость перемещения пассажиров должна быть завышена естественно она не будет в этом плане завышена и друзья всегда повторяю про долговечность можете лег легко представить себе аналогию с мостом сколько у нас существует мосты вообще при колоссальных нагрузках когда сотни тысячи фур перемещается если трасса именно проходит через мост грузоперевозок тяжелых сколько автомобилей перемещается что говорить об экологичности когда в европе на самом деле ограничивают въезд в центр города делают бешеные пошлины налоги штрафы только чтобы не загрязняли воздух и на самом деле недаром в англии в голландии широко распространен велосипедный транспорт многие ездят на работу даже на велосипеде так скажем мэр лондона ездит на велосипеде на работу частенько и как раз таки вот направление юнибайков это можно сказать велосипед 21 века это транспорт второго уровня с которого начнет свое шествие сеть транснет и этот транспорт подвижной состав который будет в том числе иметь возможность запитывания посредством велотяги то есть представьте крутя педали вы можете тратить меньше энергии соответственно платить платить меньше денег за использование своего подвижного состава который свою очередь будет нести на вас такую моральную нагрузку именно как в эстетическом плане то есть выберите себе салон вы выберите себе к в котором вам будет комфортно перемещаться но не задумывайтесь потому что над этим будет задумываться международная корпорация skyway не задумывайтесь над платформой который он будет присоединиться то есть вот этот модуль вот этот купе на котором вы будете в рамках сети транснет перемещаться мы можем сказать что через 10 лет и я думаю эти сроки будут даже быстрее намного быстрее ну берем запасом я с челябинска я думаю смогу доехать до австралии то есть моя мечта такая давняя посетить австралию и соответственно в абсолютном комфорте без пересадок без каких-либо дискомфортов перемещения без бешеных простоев и затрат моего времени моего личного времени которые мы можем потратить на наших детей на наших внуков на наших братьев сестер на личную жизнь на бизнес кому как угодно но это время неизбежно тратится потому что невозможно работать когда мы находимся на самом деле аэропорту и при слабом интернете да есть вайфай но невозможно работать это время просто уходит и вы просто слоняетесь по аэропорту в надежде что рейс принесут чуть-чуть поближе к вылету и соответственно вы сможете время чуть-чуть сэкономить на пользу и друзья технические характеристики вообще сами за себя говорят то есть аэродинамика я говорил что транспорт уходит на второй уровень только благодаря тому что транспорт уходит на высоту над землей от 5 до 15 и выше даже может высота небо если того требует заказчик то коэффициент аэродинамического сопротивления автоматически становится в два раза лучше вообще коэффициент аэродинамического сопротивления 0 0 75 думаю здесь это показатель этот цифр намного лучше чем у современных спортивных болидов то есть я не говорю про lamborghini я не говорю про ferrari aston martin я говорю про bugatti veron то есть это тот спортивный болид который может посоревноваться с некоторыми самолетами ближней авиации ближнемагистральной авиации и на самом деле коэффициент аэродинамического сопротивления высокоскоростного состава он будет значительно выше чем даже у современных генных самолетов-истребителей и соответственно это формирует и обосновывает значительной экономии как топлива так и материала меньше 100 грамм топлива расходуется на пассажира то есть чуть больше двухсот литров соответственно на на сотню километров если не ошибаюсь и соответственно колоссальной экономии которые экономят извиняюсь за тавтологию конечно но не могу об этом не сказать которые экономят значительное количество топлива и на сегодняшний день россия венесуэла мексика сидят на нефтяной игле естественно мексике немножко лучше ситуация там еще туризм играет роль полезные ископаемые там экономика более-менее диверсифицирована но то что происходит вообще в целом мире то есть именно проблема парникового эффекта проблема таяния ледников и так далее все это происходит из-за того что энергоресурсы нефтяные энергоресурсы расходуются не по назначению и как раз таки технология skyway позволит миллион юнибусов позволит сэкономить 6 миллиардов тонн нефтепродуктов вдумайтесь в эту цифру это потенциал который расходует вся нефтяная промышленная сфера на сегодняшний день и это все можно переместить на альтернативные источники энергии да естественно в начале мы будем на юнибусы ставить дизель генератор потом уже будут применяться более альтернативные источники энергии уже сейчас анатолий эдуардович юницкий разрабатывает в логике концепции элона маска который мы пообщаемся на расширенном техно экономическом вебинаре но одно я могу сказать что транспорт второго уровня skyway конкуренция на сегодняшний день не имеет именно самый ближайший и самый обоснованный то есть даже hyperloop сша который начал свое шествие также примерно по концепции 2012 2011 году первые чертежи сделал элон маск на самом деле у нас совершенно другой принцип действия совершенно другой коэффициент полезного действия как я говорил 99 процентов это как раз таки при перемещении по струнному рельсу сталь стали при минимальной площади соприкосновения соответственно колеса и путевой структуры и почему называется струна струна то есть всем рассказывайте аналогию чтобы было понятно легко и просто аналогию с гитарной струной аналогию именно с леской неважно вы растягиваете закрепляете предварительно напрягли и соответственно представим вот параллельно расположены две такие струны и положим на них например он мобильный телефон положили если они растянуты закреплен напряжены то две параллельно расположенные лески даже даже нитки если постараться сильно напрячь чтобы они не порвали чтобы они выдержали это усилие они выдержат и на самом деле такой же примерно принцип действия у струнной путевой структуры всю нагрузку будет рассчитанную принимать на себя ближайшая анкерная опора это может быть как станция так и просто опора высотная опора и соответственно все все это упирается в абсолютно простую конструкцию но имеющий ряд ноу-хау то есть это множество проволок расположенных параллельно друг другу перпендикулярно друг другу и соответственно они свою очередь растягивается напрягается закрепляется на концах анкерных опор далее идет омоноличивание либо эпоксидом смолой либо бетоном либо и каким-то иным раствором который имеет свойство омоличивать и далее ставится инновационная головка рельсов без трибордов сама путевая структура абсолютно без сварных швов стыков соединений и соответственно формируется абсолютно комфортное перемещение без каких-либо деформации стуков эффекта рельсы шпалы и вы не будете иметь такую опасность как при перемещаясь допустим в купе железнодорожного состава с кипятком что кипяток на вас выплесит потому что не будет никаких вот таких раскачиваний что касается звука то соответственно будет минимальный шум вообще и если даже пронесется над вашей головой высокоскоростной состав то это будет сравнимо с сильным дуновением ветра не более соответственно никаких ограждений по бокам как это есть у транспорта японского германского тайваньского и так далее тайландского и соответственно никаких ограждений дополнительных не нужен будет это не будет мешать перемещением животных движению почвенных грунтовых вот и соответственно значительно будет улучшать экологию поэтому называем нашу технологию вообще не техногены а именно экогены то есть возрождающий и формирующий новую экологию обновленную экологию но друзья на самом деле грош газ цена был была бы моим словам если бы не началась стройка экотехнопарка в этом заслуга всех людей которые участвуют с 2013 года так и людей которые инвестировали до этого и на самом деле сейчас мы вышли на пред сертификацию пред демонстрацию и я могу в полной мере сказать что да мы сформируем этот рынок да вначале это будут десятки миллионов потом это сотни миллионов далее миллиарды 10 миллиардов и все это неминуемо придет к триллионам долларов о которых декларировали в самых началах развития проекта по инвест проводящей системы сергей семёнов сергей антолий сибирь антолий эдуард очиницкий и кто поверил первым естественно имеет самый лучший дискаунт и самую выгодную венчурную премию и друзья в конце вебинара для новичков я уже подхожу так скажем завершению я могу сказать что мы предоставим вам возможность войти сегодня на выгодных достаточно условиях то есть будут специальные пакеты на различные инвестиции то есть как от 50 долларов так и повыше зависимости от вашего желания зависимости от вашего кошелька хотя бы просто зарегистрируйтесь хотя бы просто получите 50 акций в подарок потому что вот мнение ведущих экспертов в области своей области которые они являются кто-то раньше сказал на разбитие от начала инвест проводящей системы нового поколения основаны на народном финансировании кто-то совершенно недавно сказал то есть допустим гришин сергей антольевич ныне президент новотранс посещал с делегацией экотехнопарка лично общался с анатолием дуардовичем юницким жириновский владимир вольфович ранее поддерживал проекты и устанавливал различные связи и необходимые контакты с различными представить властей как зарубежных так и российских и сейчас недавних интервью он снова возвращается концепции струнной технологии анатолием дуардовича это род хук это тот человек который вошел в качестве обычного инвестора сейчас занимается всеми адресами проектами по австралии то есть это потенциал сотен миллионов долларов это более десяти адресных проектов только по грузовому направлению роду хуку еще не рассказывали про направление юне байки ну что тогда она не было сформировано оно вошло именно в такое стратегическое значение только полгода назад и друзья многие многие другие и задайте себе вопрос хотели бы вы быть совладельцами данного проект хотели бы вы проявляю проявив интересы данному проекту получить хотя бы минимальную стартовую долю в 50 акций и соответственно хотели бы вы рассказывать об этом проекте всем и каждому независимо это вот знакомый незнакомый человек если этот проект направлен на благо на развитие на прогресс на формирование новой экономики россии на формирование новой экономической эволюции мира где действительно богатые становятся богаче а бедные еще богаче друзья я думаю что это весомая причина проявить желание участвовать в этом проекте мы вас действительно агитируем и более того если точнее когда вы также агитировать и человек которого вы приведете от его инвестиций вы получите достаточно интересный процент так как мы не тратим денег на рекламу все развивается сарафанным радио но извините сарафанное радио позволило сформировать сеть инвест проводящую сети уже из более чем 200 200 тысяч человек вдумайтесь в эту цифру несколько десятков тысяч человек если интересно чуть меньше 100 тысяч человек пока что инвестирует регулярно недавно у нас была запущена рассрочка и каждый из вас может решить для себя либо он единоразово покупает пакет на выгодных условиях по промо-коду либо он просто наблюдает за проектом и соответственно получает первые стартовые 50 акций которые чем станут один к одному примерно то есть это 50 долларов либо они инвестируют выбирает сумму и соответственно способ инвестирования рассрочка скажу сразу выгоднее потому что вы получите максимальную венчурную премию максимальный дисконт который будет закреплен собственно друзья пора прощаться я думаю что все кто заинтересовался на расширенном выборе технико-экономическом на котором уже сергей антольевич будет вещать мы с вами встретимся те кто не заинтересовался запомните эту информацию на всю жизнь то пронесется над вашей головой вы подумайте почему же я тогда не послушал этот вебинар более обстоятельно возможность эту будет уже не вернуть но наши люди которые уже приверженцы адепты с подвижники проекта skyway и в полной мере его развивают ждем на расширенном технико-экономическом вебинаре ну естественно новичков сейчас я дам промо-коды небольшая пауза мы встретимся на расширенном технико-экономическом вебинаре всем благодарность большая всем спасибо счастливо до скорых встреч спасибо за просмотр!